Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин никак не вернется выше 50 тысяч долларов, а весь криптовалютный рынок потерял около 750 миллиардов долларов рыночной капитализации на этой коррекции. Как мы помним, его исторический пик преодолевал 3 триллиона долларов. Почти все альткоины потеряли от 20% стоимости за неделю, но лучше всех из 150 криптовалют выглядят Terra Luna и Polygon Matic, которые на этом падении даже умудрялись достигать новых пиков. Но сегодня я хочу поговорить не об этом, а о том, что на самом деле сейчас происходит очень много позитивных событий для криптовалюты, и некоторые из них совсем неожиданные. Если тебе нравится подобного плана контент, не забудь поддержать меня лайком. Вчера мы набрали почти 10 тысяч лайков, и это очень-очень круто. Большое спасибо за такую бешеную активность. А начать я хочу с того, что я нашел, совместив график цены биткоина и индекс страха и жадности, удивительное поведение большей части рынка. Сейчас мы находимся на отметках экстремального страха, но меня больше интересует этот график, где пики – это моменты максимальной жадности на рынке, когда все хотели покупать, а низы, в свою очередь, моменты экстремального страха, когда все хотели только продавать и забыть об этом, как о страшном сне. Мы видим, что в последний раз так низко, как сегодня мы были в сентябре, а также в мае и июле этого года. Я нашел эти моменты на графике цены биткоина, и как мы видим, в моменты максимальной жадности, когда весь рынок только и хотел, что покупать, нужно было продавать. Ну а в моменты экстремального страха, когда все боялись, когда все хотели продать и забыть, наоборот, нужно было покупать. Однако большинство рынка делает с точностью наоборот. Оно и правильно, как еще заработать на рынке, если все будут торговать в плюс и никогда не фиксировать убытки. 90% потеряли, 10% заработали. Только так и работает рынок. Но кто же продает биткоин прямо сейчас? Начнем с этого индикатора, который называется LTH SOPR. С помощью него мы можем увидеть поведение долгосрочных холдеров биткоина. Мы видим, что на данный момент те долгосрочные инвесторы, которые по каким-либо причинам решили сейчас фиксировать прибыль, делают это. И делают это до сих пор в плюс. В то же время, краткосрочные инвесторы, как видно на этом индикаторе, фиксируют убытки. Они продают сейчас, смирившись со своими потерями. Очевидно, что это те краткосрочные инвесторы, которые покупали биткоин вот здесь, на отметках около 69 тысяч долларов. Но хочу отметить, что даже среди краткосрочных инвесторов сейчас не наблюдается признаков панической распродажи, какую мы видели в мае и июне этого года. Вот здесь. Посмотри, мы были практически возле отметки 0.85. Сейчас же мы находимся на отметках от 0.95 до 1. И как мы видим, именно этот диапазон был хорошей поддержкой для биткоина на протяжении всего этого года. Поэтому, если мы не провалимся ниже, панической распродажи, скорее всего, мы не увидим. Если, конечно, не случится чего-то очень страшного. Например, ФРС США опять что-то там скажет. Если мы уже говорим о метрике, то важнейший является рост сети биткоина. Несмотря на падение цены биткоина, его хешрейт достигает исторического пика. После этого китайского падения мы практически восстановились. Это отличные новости для биткоина. А теперь я хочу показать тебе индикатор, который очень хорошо отображает недооцененность или переоцененность рынка. Мы видим, что все пики этого индикатора так или иначе совпадали с пиками цены биткоина. Вот это пики цены в предыдущих циклах биткоина. И вот на каком уровне находился этот индикатор во время этих пиков. Мы видим, что сейчас этот индикатор и близко не подошел к таким отметкам. А значит, мы вполне можем ожидать обновления пиков биткоина в следующем 2022 году. Скорее всего, весной или летом. Похоже, что несмотря на недавнее медвежье движение цены биткоина, анчейн-метрика для него остается весьма позитивной. Видимо, нас таки ждет удлиненный цикл, о котором так часто говорил Бенджамин Коэн. И на этом канале мы также упоминали это мнение несколько раз в последнее время. Однако есть одно «но». На этот цикл может повлиять ФРС США. Мы уже говорили об отчете Goldman Sachs, в котором они прогнозируют, что федеральная система начнет сокращать закупки активов на рынке в 2022. Почему они могут это сделать? Потому что темпы инфляции в США бьют рекорды. Официальная годовая инфляция составила 6,8%. И это самый быстрый показатель самого быстрого роста цен США с 1982 года. Я буду говорить только про Штаты, но и у нас дела обстоят абсолютно так же. Просто сравни средний чек в супермаркете полтора года назад со средним чеком сегодня. Он вырос как минимум в два раза. Поэтому, с одной стороны, инфляция для таких дефицитных активов, как биткоин, даже на руку на длинной дистанции. Но на краткосрочной перспективе она может привести к падению рынков как раз из-за страхов, что ФРС США перестанет накачивать их деньгами. Ради того, чтобы побороть гиперинфляцию. А теперь я хочу поделиться с тобой очень классными новостями, как для принятия криптовалют, так и для их развития. WhatsApp сообщил о том, что тестируют систему платежей с помощью стейблкоинов на территории Штатов. Вчера мы разбирали слушания в Конгрессе США, где говорили о том, что стейблкоины могут помочь доллару. А сегодня мы уже видим такую новость. Это только первый мессенджер, который готовится превратиться в том числе и в криптовалютную платежную систему, в которой отправить денежный перевод будет так же легко и быстро, как обычное сообщение. Думаю, в будущем мы увидим каждый мессенджер с такой функцией. Это, кстати, прогнозирует и Энтони Помплиано. И это хорошие новости для распространения криптовалюты и увеличения количества пользователей этой криптовалюты. Ведь многие совершенно не хотят разбираться в том, как это устроено и как этим пользоваться. Они хотят простой, интуитивный интерфейс для взаимодействия с новыми технологиями. И встроенная функция криптоплатежей в мессенджер – это как раз таки и есть этот упрощенный интерфейс. Эта просадка биткоина снова не была лишена внимания микростратегии, которая приобрела еще 1434 биткоина. Теперь на счету компании находится 122478 биткоинов. Как мы видим, Майкл Сейлор не сдается. Он начал накапливать биткоины, когда цена была около 28 тысяч долларов и продолжает это делать на любой большой просадке. На протяжении года-двух он вполне может оставаться даже в минусе. Но на длинной дистанции я уверен, что эта стратегия вполне оправдается. Почему я уверен в этом? Потому что я делал абсолютно то же самое в 2018 и 2019. Правда, не в таких масштабах. Я все-таки не Майкл Сейлор. Люди, кстати, этого не понимают и спрашивают, почему микростратегия покупает эти биткоины сейчас за 47 тысяч долларов. Это же так дорого. Нужно подождать 30, может быть, даже 20 тысяч долларов. Но спустя 10 лет, когда биткоин будет стоить, к примеру, 500 тысяч долларов, какая вообще разница, купил ты биткоин за 47 или за 30? Люди, которые сейчас ожидают 30 или даже 20 тысяч долларов, чтобы скупиться, могут и не дождаться этого момента и не купить уже никогда, так и ожидая подходящего момента. А что, если биткоин таки упадет до 20 тысяч долларов? Эти люди быстро переобуются и будут ждать уже 10 тысяч, чтобы закупиться, и опять не дождутся. Я видел таких примеров десятки. А купят они, в конце концов, прямо перед самым пиком. Теперь я хочу поговорить о регулировании криптовалюты. Ведь здесь есть страны, которые так сильно не тормозят, как Соединенные Штаты. Например, Бразилия. Законопроект, который регулирует криптовалюты и биткоин, был одобрен депутатами в Бразилии. По словам депутата Паула Ганино, рынок криптовалюты очень перспективен, и правительство обязано дать возможность торговать свободно на этом рынке. Поэтому необходимо позаботиться об этом рынке и его инвесторах. Для этого и был принят этот закон. Теперь этот закон переходит на обсуждение Федеральный Сенат, а затем и на подпись главой государства. Отличные новости для биткоина. Но кроме этого, Южная Африка также работает над правовой базой для биткоина и ожидается, что уже в начале 2022 года эта база будет принята. Об этом сообщает отчет Bloomberg. Не знаю, хорошо это для биткоина или нет, потому что причины такого быстрого регулирования в Южной Африке не очень приятные. Они делают это в ответ на два крупных мошенничества, произошедших в этом году на территории страны. Вчера мы обсуждали Конгресс США и их выступление насчет криптовалюты, а сегодня я обнаружил интереснейший твит от конгрессмена Вильяма Тиммонса. Вот что он написал. Цифровые активы – это будущее финансов. Готовы к этому в Конгрессе или нет? Очень важно, чтобы США лидировали в этой сфере, создавая регулирующую базу, которая позволит этой революции финансов процветать прямо здесь, в Соединенных Штатах. Ну прямо мед для ушей слышать такое от конгрессмена штатов. Также он добавляет, что если Штаты не возглавят эту революцию, то остальные страны перетянут одеяло на себя. Что ж, в этом тоже есть доля правды и очень хорошо, что в Конгрессе США это начинают понимать. Штаты могут в будущем стать очень хорошим трамплином для взлета криптовалютной индустрии. Теперь я хочу поговорить о новостях для Полигона и Эфириума, которые связаны между собой, потому что Полигон является средством масштабирования Эфириум 2.0. Я уверен, что Полигон Матик ожидает светлое будущее, как и всю индустрию ZK Relapse. Кстати говоря, об этом у меня есть отдельное видео, рекомендую его посмотреть и оставлю ссылку в описании. Полигон покупает стартап ZK Relapse Мир Протокол за 400 миллионов долларов. Это очередной шаг Полигона навстречу к трансформированию самого себя в ZK Relapse. И эта трансформация, как ни странно, также повлияет и на Эфириум, конкретнее на его масштабирование, сделав его быстрее и дешевле в плане комиссий в будущем. Что, конечно же, привлечет новых пользователей. Если мы говорим про Эфириум, здесь тоже есть хорошие новости. Reddit объявила о планах расширить систему вознаграждений пользователям площадки в виде токенов на базе Эфириума. Скорее всего, это будут ERC-20 токены, построенные на блокчейне Эфира. Пользователи Reddita смогут зарабатывать токены за модерацию и публикацию контента. С помощью этих токенов также можно будет приобретать различные функции в рамках сообщества. Проще говоря, это будет система монетизации Reddita. И вся эта система будет работать на блокчейне Эфириума. Хороший способ увеличить количество пользователей Эфириума. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. А также подпишись на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok